Привет, друзья, с вами Ваймс, и это вновь Огень за Сторм, и вышло очередное обновление Ливнепанк часть 2. В этом обновлении мы обновили систему Ливнепанка, изменив дождесборник, а также добавили новые события, лесные тайны и краевые камни. Мы также подправили систему труб и дождевой воды, внесли многочисленные улучшения в интерфейс и добавили новые здания, улучшенный дождесборник. Но что более важно, общественное голосование за следующую расу. Давайте посмотрим. Жабы. Вносливая и сильная раса, которая очень любит дождь. Ее представители специализируются на использовании гидравлических систем и работе с токсичными веществами. Нет, я не знаю, куда там ударение. Бэтмены, в общем. Жестокая и агрессивная раса, оснащенная Ливнепанк технологиями. Ее представители специализируются на работе с дождевой водой и любят подраться и покусить. И Лисы. Величительная раса, живущая в симбиозе с гнилью. Ее представители отличаются сильной привязанностью к лесу и чувствуют себя как дома в дикой природе. И это интересно. Голосование идут 13 февраля, по-моему? Нет, получается нет. До седьмого, до восьмого, где-то так. Учитывая, что осталось пять дней. Но, да. Я не уверен, за кого голосовать. Также, по большей части, все эти вещи не особенно много всего мне говорят. Типа, токсичные вещества это что? И гидравлические системы. Есть ли в игре что-то, что подходит под эти описания? Хрен его знает. Нет. Чувствует себя как дома в дикой природе. Это что? Быстрее на ивентах, может быть? Я бы предположил. А сильной привязанностью к лесу это что ставящих дровосеками у них настроение падает. Интересно, что такого нет в игре сейчас, что нет нелюбимых работ у РАЗ. Непонятно. Но, да. Не уверен, за кого голосовать. Я подозреваю, что если жабы любят дождь, то, может быть, они во время Бурана меньше штрафов получают. Это было бы интересно. Или, наоборот, какие-то плюсы. Так что я проголосую за них. Да. Ну, хорошо. Поехали смотреть обновления. Разбираться. И что-то еще делать. В прошлый раз... Мне покажет этот город, если на него кликну? Нет. Но в прошлый раз, да, мы здесь. Ставили свой город. И тут ничего особо интересного не открылось. Так что, может быть, стоит поехать куда-нибудь в другую сторону. Но также... Скорее всего, тут я больше получу... Хотя нет, и тут 98, и тут 98, если вы так вот проехать. И это королевские леса. Это мне не поможет никак, потому что тут захватят это место. Это мне тоже не очень помогает. Типа, если это сундук, то я смогу его взять. Тут тоже 98. И это позволит мне между двумя знаками вопроса поселиться, по сути. Они не касаются друг друга так. Ну, в смысле. Понятно, что они не касаются. Они не через одну клетку. Так что тут не получится поставить город так, чтобы он оба этих знаков вопроса захватывал. Ну, по крайней мере, я смогу их оба увидеть. Если я вот сюда поеду куда-нибудь. Так что, почему нет? Королевские леса нормальный биом. И это, мне кажется, достаточно хорошим вариантом. Ладно. Погнали смотреть. Вообще, перед тем, как погнали смотреть, я хочу посмотреть, что тут поменялось, потому что может быть тут что-нибудь еще поменялось. Также не помню особо, куда я ехал. Полевая кухня. Я ее когда-то анлокнул, а потом мне ее закрыли. Улучшение радиус фермы вообще в конце. Короче, наверное, я все-таки хочу фермы домаксить. Потом кухню. И скидку, может быть. И потом уже будем разбираться со всем остальным. Это все неинтересно. Это все тоже, ну... Реролл. Но в остальном это все тоже неинтересно. Ладно. Тогда поехали. Бобры плюс люди. Либо просто бобры. Но тут на одного человека больше. Тут 9 получается. Тут 10, потому что 2 рандома. Либо 8 гарпий. А как много тут всего дают? Но я, правда, не уверен, что будет более хорошим вариантом. Тут дают чуть денег. Во всех вариантах дают 6,7 дикого пламени. Немноговато. Не уверен. Тут дают копчености. Но в целом в первом варианте еды больше. И там дают слитки. Гарпии я не хочу брать первыми. Гарпии поначалу не очень хорошие. К тому же керамика. Это не особо полезно. Наверное, я возьму просто бобров. Сложность престиж 14. Меньше снижения нетерпения. Среднее количество плодородной почвы. Добавочные эффекты. Деревья дают больше древесины. Тогда, может быть, бобры не настолько нужны? Не уверен. Ну и погнали возьмем... Может быть, плантацию. Или лагерь травников. Грибы и ягоды тут есть. Трав нет. Но плантация обычно все-таки немножко ценнее. Или же можно, конечно, взять ферму, но, блин... Без ранчо ферма не особо прокатывает. А с тем, что у меня меньше выбор чертежей, раньше получить сложнее. Я думаю, плантация. И на оставшийся один поинт просто еды. 42 мяса. Или 42 дерева. Тоже интересный вариант. Но нет, дерева тут и так много. Так что 42 мяса. В путь. Хватей. Почему-то исключительный знак. Огромные раи гнили мигрируют по всему королевству. Каждое третье светило в поселении появляется несколько наростов гнили. То есть это поменяли. Потому что сам гниль переделали. И это чуть не интересно. Что еще было про гниль? Воздействие гнили увеличивается. Скорость появления наростов увеличивается. А человек быстрее... В общем, да. Ну и это понятно. Но 0,5 вместо единички снижается. Что у нас за тайны леса? Собиратели имеют шанс получить плюс 50... Точнее, имеют шанс плюс 50% получить дополнительные ресурсы, собирая урожай в источниках ресурсов. Хорошо. Гниющая древесина. Скорость рубки деревьев увеличивается. Но шанс плюс 100% уничтожить урожай? Не очень. Из-за дождя деревья гниют и могут упасть. Что это значит? Что они сами по себе ломаются? Это нехорошо. Голодный буран. Два заряда эффекта голода, если нет еды. Бурим глою. Если чуваки не берут плащи, то... То они страдают, блин, на третьем уровне всего лишь. Настрой будет снижен на 6 на 2 минуты. А... И просто имеют шанс погибнуть. А можно мне менее ужасные модификаторы? Потому что они все абсолютно ужасны. Ну ладно, посмотрим. Разберемся. У меня на старте грибы и... В окно. Которое также дает глину. Что вполне хорошо. И классический вариант первых зданий. Что они напротив друг друга в одной клетке. Хорошо. Поставим дороги. Поставим два лагеря дровосеков. Куда мы прорубаемся? Сюда и... Опять же, я выключу уголь стандартный. Попробуем там что-нибудь вскрыть углем. Если это все еще можно. Может быть, это все еще нельзя. Нет, не то. Дровосек. Так. Там говоришь, типа, с контролом. Да, с контролом оно не дает вскрывать поляны. Это интересно. Вот так вот пусть вырубают. Кроме этого, мне нужно, естественно, лагерь травников. Вот так, я думаю. И кроме этого, лагерь собирателей, няжнецов, тоже не помешает. Вот так, я думаю. Ну и, естественно, кустарная мастерская. И пока что все. Правильно. Большие укрытия. У меня 10 жителей, так что два больших укрытия вполне хватит. Места особо нет, куда я бы хотел поставить. Ну, если что, передвинем, пока что так. Окей, вперед. Строить. Сюда мне нужен ящер. Но хотя с этим расход топлива меньше. Может быть, тоже вариант. Прямо сейчас ящер ничего не даст. Дровосейки пошли. И еще дровосейки пошли. Производство трав и кореньев плюс один за печеньки нет. Завершение торговых путей приносит на один янтаря больше. Не применяется к активным торговым путям. Эффект зависит от количества проданных ресурсов. То есть, за каждое количество плюс один. Это довольно так себе. Но также тратить рейроу я сейчас не хочу. А это прям вообще абсолютно бесполезно. 75 печенья у меня никогда не будет на складе. Так что, видимо, торговые переговоры. Ну, как минимум, это очень сильно бустит трэшевые. Трэшевые торговые пути, которые за единичку, за две. И это вполне хорошо. Я сразу же закину сюда ящера одного. Пусть собирает. И второго я закину туда. Ладно, посмотрим указы. Цель. Однодревние скрижали или же торговый пост и 10 янтаря. Мне больше нравится награда здесь. Части это всегда полезно. Инструменты тоже всегда полезно. Торговый пост я явно хочу строить, учитывая то, что у меня сейчас происходит. Так что пусть будет. Второй указ. Цель 5 инструментов. Если я построю торговый пост, то это мне отдадут. Или же плантация и ягоды, растительное волокно насобирать. И плюс производство ягод. Да, я явно хочу плантации, и я явно хочу добывать ягоды на них. И тут продавать на 20. Или же настрой ящеров 15. Настрой ящеров 15. Это абсолютно халявно. И награды хорошие. 20 товаров. Тоже достаточно халявно, но настрой ящеров, мне кажется, лучше отдаст двух ящеров. А этот второй вариант там давал двух рандомных поселенцев. Плюс тут части. Окей. Хорошо. А можно вы вот это вот приоритетно построите? Не, они уже вот это приоритетно построили. Ладно. Дорогу сюда. Дорогу сюда. Бобра в мастерскую. Пусть делает доски для лимита 20... А, для лимита 10. Ткань. Доски в приоритете. Ткань тоже для лимита 10. Кирпичи тоже для лимита 10. А трубы пусть пока что вообще не делает. С ними мы потом еще разберемся. Теперь ливнепанк более доступен. Но посмотрим. У меня есть один свободный житель. Я не хочу пока что в воде рожнецов закидывать. Хотя это даст мне растительное в окно. Плюс немножко еды, плюс немножко глины. Так что это все хорошо. Но лучше на следующий год этим заняться. Также я пока что не беру новые здания, потому что... Не знаю на самом деле почему. Потому что я хочу посмотреть, что у меня на этой поляне, если там какие-нибудь выгеря предлагают. Вообще я закину этого ящера сюда пока что. Пусть производят доски. Мне этих досок нужно еще пять штук. Сезон сменился, хорошо. А и также на самом деле нет. Я не закину, потому что мне еще нужно построить парк. Сейчас пусть произведут. Как только ящер дострою, то я его отсюда уберу. Пусть строит парк вместо этого. Так. И ожидается доставка и так. Опять все лишь лимит. Так что это тоже сейчас смогут построить. И это будет апгрейд вместо сбора. И с апгрейдом вместо сбора это будет 10 у ящеров, по-моему, настроя. И можно будет их прожать и получить первый класс. Я, по-моему, не успею это сделать. Даже 12. Тогда тем более. Так я успею это сделать. Плюс это еще немножко репутации наберет. Совсем немножко, но все же. Хорошо. Квест сделан. Хочу ли я его сдать прямо сейчас? По сути, да. У меня нет ничего такого, что запрещало бы мне сдавать квесты в какой-то вообще момент. И у меня больше, больше чем 0,5. Ууу. Не, я не хочу его прямо сейчас сдать, потому что это даст мне двух дополнительных жителей. Два дополнительных жителя. Есть мне куда их поселить? На самом деле есть. Так что, да. Все-таки хочу. Два жителя еда и части. Ну. И у ящеров сразу чуть упало настроение, потому что их стало больше. Ну ладно. Но потом снова выросло. И они теперь дают 0,06 в минуту, а не 0,03. Но теперь я их все-таки выключу. Так мне не нужно ничего менять, скорее всего. И у меня и так будет нормальное настроение у всех. Да. Так что продолжаем рубить лес. А я перемещу это сюда. Пусть прорубаются в эту сторону. А это сюда. Пусть прорубаются в эту сторону. Потому что тут и так уже прорубились. И все нормально. А мне ничего не мешает на самом деле открывать поляны в буран. Так что может быть я этим и займусь. Но не сразу. Типа под конец бурана переместить оттуда и пусть вскроют. Также закину второго ящера сюда и еще одного ящера туда. И в принципе сейчас под конец бурана. Так что поехали. Вскрывайте. Показывайте что там интересное на этой поляне. Окей. Это выглядит как новый ивент. Увядшее дерево. Источник глины большой. Поле льна большое. Средний тайник. Хижина у химика и увядшее дерево. Хижина у химика это терпимо. Хрустальная роса, косметические средства и вино. Нормально. Я не уверен что теперь вода теперь на этой трате. Потому что искр осу убрали вообще как ресурс. Ну ладно. Причем любая вода. Окей. Но бурановая эффективнее всего. Светильная средняя и капельная. Окей. Капельная хуже всего. Ну может быть будем делать слитки. Плюс косметика плюс вино. И то и другое не особо помогает но восстановить не проблема. Что тут у нас происходит? Увядшее дерево. Гниль питается ценными питательными веществами дерева из-за чего новые наросты становятся гораздо более устойчивыми. Время загорания наростов увеличивает на 5 секунд. Нехорошо. И нужен очищающий огонь как вариант. Смола как вариант который я добываю из деревьев просто. Уголь которого 30 видимо на все теперь нужно 30 угля и это тактика с тем чтобы оставить уголь со старта и потом вскрыть поляну. Это не особо хорошая тактика. Или всякие доски кабачки масла. Окей. И варианты что с ним сделать это даст мне либо 20 янтаря также действующие эффекты. Раз в 120 секунд порождает несколько наростов гнили за каждые несколько обнаруженных опасных полян. Ууу. Хорошо. Типа раз в 120 секунд 2 нароста гнили при том что оно дайте мне еще одного жителя. Три нароста гнили она точнее 6 нароста гнили получается она сделает. Ладно. Это неприятно мне срочно нужно строить пост гнилоборцев. Где-нибудь здесь есть ли у меня на него все ресурсы. Да. Так что это не проблема. Очищающий огонь. Из угля в приоритете и до лимита. Пусть будет в 12. И посмотрим. И сразу же этот очищающий огонь сюда закинем. Ну в принципе нормальный. Нормальный вариант. Ну да. За выполнение либо янтарь плюс репутация либо производства благовоний плюс немножко всякого хлама. 30 массовая довольно неплохо. Ладно. Так что у меня по зданиям. Амбар злаки соленья ткани. Швейная мастерская плащи. Плащи мне нужны. Прям совсем нужны. Для одного из моих негативных эффектов. Бурдюки и свитки наверное тоже не помешают. У меня всего этого нет. Так что выберем мастерскую. Второй вариант. Мясницкая мне кажется более хорошим вариантом. Всех трех этих вещей у меня нет. И шишлыки копчености и масла это все три полезных вещи. В то время как наборы стройматериалов вообще не особо нужны. Плюс я могу их производить хоть и неэффективно. Свитки у меня уже есть. Ну и мука конечно ситуационно полезно но ситуационно. Теплица производит грибы или травы. На плодородной почве хижины друиды производят масло благовония и овощи менее эффективно. Я думаю нет. У меня есть производство вообще насколько более эффективно масло и из чего вообще я его буду делать. Допустим два волокна в пять масла а то что у меня есть мясницкая правильно производила масло это три в пять не такая же большая разница так что я думаю хижины друиды нет но с другой стороны теплица на плодородной почве производить грибы или травы вне зависимости от времени года потребляет капельную воду четыре воды в четыре гриба или в четыре травы мне это не кажется прям супер эффективным ногой попробуем и дальше вино соленья копчености не супер хорошо или кирпичи керамика хрустальная роса хрустальная роса у меня и так будет кирпичи у меня и так есть керамика так себе я думаю это зари роли вообще окей что в теньке кстати не смотрел очищающий огонь как раз нет не могу вскрыть ладно а также наверное надо было надо было не рубить деревья во время бурана на самом деле но хорошо посмотрим кривый камень общий настрой минус 5 на плюс 15 на 5 минут за каждое открытие новой поляны это достаточно хорошо но это нужно постоянно вскрывать поляны я не настолько хочу поднимать себе враждебность учитывая насколько у меня неприятные эффекты уже на третьем и на пятом уровнях так что может быть нет нет возможности снижать враждебность нормально с другой с другой стороны плюс 15 это на самом деле плюс 10 потому что оно насколько я помню не вместо плюс 5 идет а вместе с плюс 5 сейчас минус 5 но да плюс 15 это в принципе достаточно быстрая победа скорее всего или же получать медь за древесину но получать меньше хрустальные росы я думаю просто ровно на самом деле а трик настрою каждый на 60 секунд каждый раз когда вы завершаете торговый путь да да поставьте со всех у деревьев в два раза больше но урожай с плодородной почвы в два раза меньше это тоже чуть-чуть интересно но у меня уже есть плантат ну у меня нет плантаций потому что я не нашел плодородной почвы ну нет караваны будем торговать и в плане жителей третий раз у меня люди хочу ли взять одного человека и двух ящеров или я хочу взять двух ящеров и одного бобра один человек особо ничего не поменяет но так же тут 10 еды а тут 6 досок доска у меня мало кирпичей мне тоже мало гоу людей мне нужен новый дом тогда есть мне из чего делать всякое мясо в смысле всякие шутки и копчености по сути да пока что так что я хочу быстренько мясницкую построить два дерева еще вот сюда мясницкую поставлю здесь потому что это удобное место но все-таки это приоритете почему они еще не построили эту хрень непонятно и так же мне нужен будет еще один дом большое укрытие видимо видимо так окей сюда я назначу сюда я назначу пару ящеров отсюда я пока что уберу одного ящера и отправлю их потом туда двоих они сейчас будут простаивать но это нормально тут дровосеть что-то вырубают а что на мясницкую доски нужны которых нет да я понимаю что разве эти бездействуют а если у меня уже 4 нет у меня есть один всего лишь два сейчас будет 4 может быть уголь тратить было плохой идеей но посмотрим что здесь 10 людей нет 10 настроил нет 10 людей и 32 настроил у людей сложно или же 45 корень 65 кореньев тоже сложно учитывая что мне их негде добывать тут дают кирпичную печь что полезно тут дают 5 бобров что скорее всего менее полезно окей попробуем с людьми что-то сделать 3 скрижали количество наборов товаров или же 40 вина 35 керамики и производство краски мне кажется скрижали сильно проще выполнить так что выберем их так 2 можно пока дорогу сюда провожить как-то так видимо 3 4 поехали хочу хочу ли я производство благовонии и весь этот хлам наверное да репутация прямо сейчас полезна но не критично также этих лесорубов нужно куда-нибудь вот сюда точнее не сюда куда-нибудь вот сюда потому что тут сверху некуда рубить тут просто ничего нет окей ну 6 минут это до зимы успеем и наверное пора уже задумываться о том чтобы построить временный пост и торговый пост проблема в том что для торгового поста мне нужно будет где-то брать наборы пайков как они это все выжигают интересно сезон сменился это не помогает ничем пока что тут построил современный пост набор пайков из трав плохой вариант из всего остального то есть не из трав на самом деле это самый хороший вариант потому что сами травы я никуда особо не могу использовать но все все остальное я не могу добывать в данный момент так что на самом деле хрен его знает пока что ничего видимо мне надо что-то придумать с полянами чтобы вскрыть еще одну опасную наверное да новые наросты гнили 2 но это 29% то есть она заспавнит 3 раза по 2 может быть 4 а три раза по 2 мне не вредит вообще никак но так же уголю мне кончился вероятно я зря потратил уголь на это ну ладно тут можно еще добывать меди коренья чтобы это восстановить нужны доски и кирпичи с чем есть некоторые проблемы надо ли мне здесь столько столько людей я не уверен наверное одного ящера все-таки уберу и закину вместо этого в кустарную мастерскую это сейчас построят и это хорошо мы делаем из всего с копченостями в приоритете шашлыки и сами копчености тоже из всего до лимита не знаю там 80 и 80 я не хотел клацнуть еще новые наросты гнили это мы делаем в основном из растительного окна видимо и зерна если оно есть до лимит в 50 хорошо и сюда нужно будет закинуть ящеров я думаю я закину туда тех которые дерево сейчас сжигают когда они освободятся 57% большое укрытие сгнили раньше такого не было ну ладно она отображается как-то да они не успевают мне казалось там было еще пару минут ну ладно видимо видимо я не прав и так же у меня есть бездомный потому что я еще не достроил эту хрень ммм нехорошо заставьте сейчас придется жонглировать видимо хотя не не придется потому что я просто уберу дровасяков потому что рубить лес все равно никакого смысла нет во время брана да ждите гниль 10 людей будет сложно на самом деле набрать учитывая что они не были моей стартовой расой он пока что человек во временный хотя нет смысла тут есть растительное окно большое это на самом деле более хороший не так более хороший план потому что с него лучше лут чтобы тут 50 процентов глины и 30 процентов насекомые здесь 25 и 20 ладно но так же у меня проблемы с тем что еда немножко немножко кончается и тут особой еды нет тут особой еды уже тоже по сути нет так что гоу прорубаться куда-то не факт что нормально получится но посмотрим каждый открытый тайник дает настрой каждый второй на самом деле открытый тайник да ящери за яйцами кажется не очень хорошим планом и дополнительные жители доски не помешают плащи не помешают и люди не помешают людей тут больше но ящери тоже хороши так что так это они дожгли и теперь уносят отсюда всякие вещи это хорошо это хорошо из деревьев кстати что я получаю смолу растительного окна яйца с очень небольшим шансом но это с очень небольшим шансом тут всяких инструментов у меня нет хотя там дают скрижали так что когда-то нужно будет скрыть у меня нет ничего что могло бы производить инструменты это слегка проблема ну ладно еще одно укрытие куда-нибудь сюда пару ящеров сюда откуда а это новые ящери ладно это чуть улучшит ситуацию с едой там тоже опасная поляна надо бы как-то еще улучшить ситуацию с настроением тут в принципе уже никто не нужен пока что потому что эта штука гниль теперь не создает так что абсолютно пофиг все что она делает и саму гниль которая у меня была там один есть очаг гнили но пофиг один на рост он ничего не сделает вроде бы а это на самом деле может быть плохой вариант сейчас вскрывать так что гоу вместо этого вскроем парочку мелких полян и попытаемся на них достать плодородную почву водитель травников не имеет поблизости ни хрена и не только поблизости но и в принципе это печально то есть еды у меня больше вообще нет и 86 это все разве что можно еще один лагерь жнецов построить ну или лагерь там тоже немножко немножко еды добывается надо было все-таки брать тот краевый камень что за вскрытие полян дает настроение почему блин у вас всего лишь 6 настроя плодородная почва хорошо а плюс мясо плюс малый тайник в котором абсолютно ничего интересного если мясо то лагерь охотников конечно же я понимаю если плодородная почва то стопа откуда мы нарасты гнили а каждый каждый третий год или что-то такое да такое было или нет да такое бы такое было от от престижа хорошо еще указы временный указ восстановители уничтожат разрушенные здания в лесу я вряд ли смогу это выполнить одно здание у меня есть но еще два найти это сложно но плотницкая это прям хорошая награда и 20 инструментов удовлетворить потребность отдых 120 секунд даст погреб или же построить форум и получить 50 или 50 свитков даст производство или свитков но это не особо полезно блин я пока что не буду ничего брать если хотя поляна я только что одну вскрыл и тут нет ничего хорошего или стоп если я не буду ничего брать то он эфирный да исчезнет я попробую посмотрим может быть я найду руины в следующем году и восстановлю их тут нужен зал клана и тренировочное снаряжение абсолютно бесполезный бонус тут нужно наторговать более полезный бонус окей тут еще плодородная почва и пласт маха брокколи это умеет добывать ну грибы там еще есть так что это умеет добывать грибы хорошо по крайней мере у меня будет две плантации это кучи еды или не две плантации а теплицы вне зависимости от времени года кстати но они потребляют они потребляют воду так что мне нужно будет еще дождесборник на который мне не хватает инструментов в смысле от частей перемещу куда-нибудь подальше а дождесборник я поставлю строится но части нужно где-то взять какой-нибудь вайдер снесем окей сюда нужно парочку парочку ящеров определить пусть добывают еду так а сейчас нет смысла строить огороды потому что в этом сезоне с ними уже ничего не смогут сделать но это в этом сезоне дерево у меня полно еды у меня недостаточно это нехорошо копчености вы собираетесь вообще делать когда-нибудь 20 шашлыков есть которые когда-то будут доставлять блин я вот ненавижу что они так делают забирают себе кучу всякой еды и ничего из нее не делают типа почему у них шесть грибов в ингредиентах но они при этом не делают из них сейчас шишуки я не понимаю надо пока что поставлю плантацию три доски всего лишь нужно что у меня по доскам кстати у них 13 я могу произвести больше хочу ли я произвести больше другой вопрос не давать мы будем только ягодные плантации принципе я могу поставить теплицу и добывать на ней чисто травы для наборов пайков и это может быть хорошим вариантом могу ли я здесь что-то сжать чтобы с гнилью помочь нет ничего не могу но я могу назначить одного дополнительного ящера в него бортов пусть разбирается надеюсь надеюсь успеет вообще мне нифига нет но также я сейчас поубираю дровосяков и она снизится потому что нет абсолютно никакого смысла держать дровосеков в буран учитывая что они просто срубают деревья ничего не получают с этого ладно что тут так тут нормально тут все должно быть еще один успеют сжечь и все норм и они еще один успеют сжать без проблем изи так сами дровосяков я кстати переставлю сюда потому что я хочу все-таки вскрыть от поляны на следующий год вдруг там 2 2 здания там все-таки прокопаем и что насчет людей мне кажется да у меня было больше чем больше чем один человек у меня был назначим их сюда пусть пусть работают надо было чуть раньше их назначить туда но все же это будет еще один а также доски я все-таки поставлю до лимитов 20 не особо эффективно но что поделать дровосяки сюда дровосяки сюда пусть все-таки дорубят там все плюс крылья камень бурдюки за каждую точку репутации получены за настрой так себе получить четыре хрустальные русы русы росы за 20 малые довольно неплохо наш смолу я получаю с деревьев достаточно регулярно халявная хрустальная роса почему нет это нужно восстанавливать до неким правда но это сейчас мы исправим две трубы или кучи еды в принципе после этого года у меня не будет уже проблем с едой скорее всего тут на одного человека больше на 1 бобра больше на самом деле но трубы достаточно дорогие но не возьму то где больше домов мне больше не нужно зато не помешает построить еще один сад и парк на 1 теплица ставится да просто плодородной почве без огородов и она должна быть полностью плодородной почве 1 сейчас посмотрим что там творится так можно все-таки вырубить это все ленивые животные окей но здесь зданий как-то немножко нет и это печально котел гнили месторождение морского кабачка это хорошо большие гнезда то есть мне нужно лагерь охотников большой забытый тайник и еще плодородная почва ты не те скорость посеренца надо вскрывать котел гнили ли не по ливни пак котел наполненный гнилой жижей вокруг растекается какая-то живая жидкость о нет он будет создавать живую материю нет при использовании воды и для питания двигателей дождя на рост и гнили появляются быстрее и во время этого за каждые несколько произведенных продуктов питания 20 поселений появляются на рост и гнили довольно неприятно на самом деле но также что она считает произведенными продуктами питания то что на ферме добывают это да или это нет или то что лагеря добывают типа если только то что вот эти вот чуваки производят то их можно и выключить но я подозреваю что это не только то что эти чуваки производят медь хрустальная роса довольно до хрена плюс производства соленья и соленья не произвожу сейчас вообще никак и не могу правильно вроде бы не могу швейная мастерская удивительно но не производится ли не но в таком случае я думаю я получу золото янтарь в смысле потому что он мне нужен для одного из квестов голд но видимо я тогда фейлю руины без особых вариантов типа даже если на этой опасной поляне что-то интересное есть или на той или еще на какой-нибудь пока я до нее прорублюсь плюс пока буду восстанавливать руины время кончится печально также мне золото нужно для рерола это желтая вода это не особо хорошо ну тут все выкопали что я хотел я также хочу все таки чтобы тут еще немножко выкопали как-нибудь вот так я думаю я построю торговый пост чисто для того чтобы выполнить квест плюс эти торговцы иногда помогают строю там не так уж долго делается и гнили он пока что хотел сказать пока что не произвел но произвел четыре стака сразу же торговец я не могу с ним ничего сделать у меня очень мало денег и торговые пути наборов пайков меня так же пока что нет но зато я смогу сдать квест если я что-нибудь продам на 3 или если просто подожду тоже вариант я на самом деле наверно могу продать ему просто дерево на 3 но хочу ли избавляться от кучи дерева не очень сам он предлагает очень интересные вещи я явно хотел бы плотницкую и производство хрустальной росы тоже не помешало бы но увы что подавать дадут ли мне кстати да за это мне дадут пять частей это вполне хорошо за это мне дадут производство ягод и еще жителей тоже неплохо все остальное не очень помогает плане наград ну и в руинах я опять же не смогу выполнить к сожалению хотя там тоже плотницко и это тоже было бы очень неплохо ну хорошо можно построить еще один сад и парк и наоборот еще один парк и сад апнуть место сбора я сама по себе ничего особо не даст также я прожму ящеров пусть дают мне немножко репутации немножко от 011 высокий уровень поражения неприятно я думаю все-таки выключу этих чуваков и по вырубаю здесь вот эту еду чтобы было что есть и еще то есть не все-таки не только эти чуваки учитываются учитывается еще и всякий сбор еды на плантациях я по крайней мере могу отключить лодеря которые добывают еду затянуть ящера сюда чтобы еще больше настроения скинуть пару ящеров во временный пост и потратить еду на то чтобы она блин не это так себе план я закинул водитель кминотес вот сюда и в него ящеров пусть добывают кабачки почти полезно их у меня правда нет ну что поделать следующий указ это я не выполню 4 тайника я наверное выполню нести больше вещей это прям хорошо или же настрой ящеров плюс пойти настрой ящеров терпимо наверное делается производство мяса это хорошо дополнительные ящеры и части от хорошо но плюс 10 переносимых вещей это более полезный бонус чем плюс один производство мяса учитывая что производства мяса у меня не так уж и много и 4 тайника открыть мне кажется проще так что так хотя я могу сдать ягоды получить двух жителей кучу овощей у меня сейчас все дома должны быть до упора заняты так что двух жителей мне особо некуда девать я подожду желтая вода не настолько помогает типа для теплицы мне нужно зеленая для чего-то еще мне нужно было синяя по моему блин это проблема просто тупо эти чуваки которые собирают здесь еду мне все немножко руинит еще минута если я отменю собирание ими еды то у меня будет голод у меня так скорее всего будет голод так что это все чуть нехорошо это делали 203 гнили это печально тут не хватает двух человек на эту плантацию это тоже немножко печально я не могу заре роль потому что мне нужно еще чтобы донесли деньги которые тут заработал ну ладно допустим я закинул неважно кого сюда ящеров сюда посмотрим этим бобром нечего рубить пусть сюда переедут это у меня улучшилось в какой-то момент кстати это повышает устойчивость минус дровосеки минус дровосеки второй уровень ничего опасного настроение у всех нормально успеем ли мы сжечь гниль не настроение у всех ничего не нормально это нехорошо но посмотрим что-то кажется что не успеем но может быть 117 109 101 успеем нормально а я слишком блин смотрю за гнилью почему у вас настолько в минусе настроение чуваки объясните мне не ясно ладно я могу сдать два квеста и понизить нетерпение этим и получить еще чертеж это явно хочу сдать на жители это я явно хочу сдать это сейчас посмотрим в этом тайнике была скорость в этом но мне недостаточно ладно теперь это я хочу сдать только сначала посмотрю производства мяса нет производства копчености за бироги тоже не очень мясо немножко лучше но немножко может по крайней мере я сейчас как-то добываю я могу заролить от чертеж улучшенный дождесборник и чем он лучше не ясно но также пункт с обжения тоже не очень мы построили обычный дождесборник он дает две воды 1 15 секунд надо в него назначить кого-нибудь я подозреваю хотя кстати не я не подозреваю я подозреваю что его нужно для его явно нужно отдельно строить то что он другие ресурсы тратит и он выглядит так как будто он не квадратный много возьмем посмотрим оба этих варианта мне не нравится опять же ничего из этого я не произвожу так что это как бы с одной стороны плюс но ничего из этого мне также абсолютно некуда использовать здесь чуть лучше наборы пайков да тренировочное снаряжение мне кажется полезнее чем все что здесь есть так что видимо мануфактура почему на нем блин не пишется что он делает не ясно теперь я могу снести обычный построить улучшенный но я не очень хочу это этого делать ок и можно еще что-то взять и опять же оба этих варианта мне не очень нравится соленья и эль ценнее чем просто мука наборы и те и те пофиг так что я блин нужно не просто не только брать здание но и строить их иногда возможно в этом я одна из моих проблем они пока что я хочу построить эти плиты здесь или одну пока что пока что одну я хочу закинуть дровосеков обратно потому что дерево всегда нужно и также вот этих вот дровосеков я хочу переставить сюда и пусть они вот это вот все вырубят потому что там иначе проходами все сложно с ящерами тоже все сложно почему-то ну ладно добр жители отчасти до определенно бездомных не появилось от этого что тоже достаточно неплохо в мясницку обратно ящиков назначить пусть что-то делают в принципе мясо я добываю грибы я тоже смогу добывать ягоды я тоже добываю так что это все достаточно хорошо должно делаться окей пайков у меня все еще никаких нет но потому что у меня травы все еще никакой нет это тратит опять же зеленую воду я сейчас добываю зеленую воду мне сейчас 14 так что в принципе можно назначить кого-нибудь поставить травы ну до 40 например и в приоритете а остальное время пусть делают грибы специализация фермерства так что трех людей сюда и посмотрим что это мне даст мне не будет хватать одного дожди сборник на это естественно но хотя здесь одну минуту и 11 секунд типа каждую минуту с небольшим я трачу 12 воды здесь каждые 15 секунд я произвожу 4 воды то есть в принципе на нее в принципе все равно не хватит потому что это во время капель и производить такую воду но как только сезон сменится я буду производить другую воду так что это не очень хорошо будет работать но посмотрим разберемся по крайней мере это позволит мне производить пайки из трав без лимит по сути набора стройматериалов нет чоу если я просто отменю дата она вернет только пайки остальное мне не нужно по моим квестом так что хотя дня не только не только пайки остальное мне не нужно по квестом но она мне нужно на продажу может быть так что пусть он из меди делает ну по крайней мере для лимитов 10 если у него есть медь а потом разберемся один травников вообще ничего не имеет я снесу его и поставлю вместо этого владельцы брателей не я поставлю вместо этого большой дождесборник улучшенный и потом снесу обычный и до большой он больше удивительно и он производит 4 за 15 чем он не пишет сколько в нем мест для для чуваков непонятно три места и в два раза больше каждый чувак производит в отель бобры переезжайте так а этот можно можно снести недостаточно пища нехорошо сейчас конечно они будут собирать я думаю мне просто нужно вторую плантацию здесь же построить и посмотреть что еще и где еще я могу сделать хочу привез еще много всего интересного я бы опять же примерно все это хотел бы купить но мне нет денег могу чуть-чуть делать трубы до лимитов 20 наверно еще пару чуваков чтобы не успевали все собирать и пайка есть лимитов 30 наверно и теперь это выдает до другую воду понятно так за три пайка что я могу продать абсолютно ничего тут не предлагается абсолютно ничего такого что я произвожу а хотя нет там шашлыки были но я их не в таких количествах произвожу а нет еды потому что эти эти чуваки опять все себе забрали а то это было бы вообще нехорошо а ладно хочу ли здесь еще одну плантацию я не уверен может быть я хочу еще одну теплицу но посмотрим может быть я также хочу каким-то образом пережить эту зиму это было бы неплохо но я не уверен что хорошо получится ладно убираем дровосеков убираем дровосеков отсюда перемещаем их куда-нибудь наверное на следующий год я к этой поляне хочу прорубиться последний указ последний указ образование или улучшить два места сбора до района и построить один склад хотя это один не центральный склад производство грибов довольно хорошо доски новички район это третье так что это нужно два а по деле красный район да это нужно два производства не производственных сервисных зданий которых у меня пока что ноль мне все равно выбирать вариант я явно хочу построить второй очаг и улучшить его разок я думаю здесь это сделать хотя сейчас окажется дня и они и не думаю здесь это сделать я хочу сначала вскрыть эту поляну и потом посмотреть что там окажется окей мне нужны дороги сюда на самом деле сюда тоже не помешает хотя тут сейчас уже все выкопают сюда и сюда тем более не помешает могу добывать желтую воду но она мне не очень помогает я могу восстановить эту хижину алхимика но она мне тоже не очень помогает разве что на продажу вещи но в принципе ресурсов полно так что почему нет пусть пока что бобры восстанавливают которые ничего не делают еды пока хватает настроение у всех в минусе стоп это все применилось особенно вот это блин за что сколько она дается где она вообще на две минуты прощайте бобры наверное так у них 0 остается могу ли куда-то закинуть где они будут счастливы не очень ну прощайте бобры и может быть рип за нетерпимость просто тупо не заменеджал на секунду ну ладно я мясник от который в кустарной мастерской был в принципе пофиг также мне не нужно столько гнилоборцев также у меня все еще есть чуть-чуть воды то есть на одну теплицу мне без проблем хватает этого стопа на весь год можно построить вторую теплицу и делать там грибы по сути скопировать от стоп что травы до 40 а грибы без лимита и посмотрим что будет торговля становится недоступный нет плюс 15 открытие новой поляны может быть 2 бобра осталось и у ящеров снижен серьезно хрен ли у вас минус 17 то что этот эффект остался я только что добавил еще один эффект окей но нет нормально все недостаточно пищи но в остальном нормально все дополнительные жители так это можно выключить и можно посмотреть что у меня по торговле потому что немножко на производил такого 5 тканей за 6 до и все пока у меня не было пайков я пару раз открывал и там был учет тип того а один кусочек глины за три или там еще очень такое но как только у меня появились пойти то они а надо надо предлагать только то чего у меня нет ладно что тут у нас происходит маха брокколи грибы глина гейзер с бурановой водой тайники и оскверненный караван это опять с гнилью самое сильное одновременно самое уязвимое место вашего поселения стало прямой мишенью для гнили скорость поражения древнего очага увеличивается и плюс нетерпения активные эффекты каждые 120 секунд появляются на рост и гнили их количество будет равно текущему уровню враждебности то есть 4 сейчас я могу сделать меньше и минус 6 настроить серьезно за что он по крайней мере вскрыть это не сложно больше вещей мне на самом деле нужно милость королевы так что так это будет 3 3 каждые 120 секунд я в принципе могу с этим что-то сделать также я могу добавить морские кавачки и быстрее это вскрыть этот бонус хороший но пока что за весь этот рану мне нужно было носить 4 очищающего огня и еще 4 очищающего огня так что плюс 10 переноса как-то вообще не помогает тем более она у меня где-то в указах по моему было до четырех тайниках которые мне нечем скрывать потому что инструмент не существует поехали лагерь охотников не имеет источника но на самом деле имеет большой был лагерь охотников получить еды просто вообще по нулям я думаю на самом деле 30 лимитов для травы торговля завершена это плюс настроение чуть опять же еще одну торговлю не могу запустить я в целом мне доступно производство вина мне доступно производство тренировочное снаряжение косметики так что со всем этим мог бы что-то сделать ну ладно роса из смолы плюс любых камней плюс такой воды наверное до лимитов 20 косметика так сойдет до лимитов 50 вино из ягод и нет посуды для вина она тоже для мид 50 сюда бы человека но людей у меня свободных тоже особо нет нужно так понять окей мануфактуру наверное стоит произвести и потом можно будет убрать временный пост и производить в мануфактуре упс не хотел приместить производить в мануфактуре пайки плюс все остальное что там производится можно ли было как-то гейзерный насос можно модернизировать чтобы они вмещали больше воды но подразумевается что они ставятся только на гейзерах своего цвета правильно то есть и и содержит только воду своего цвета то есть я поставлю сюда гейзер это его можно будет прокачать чтобы меня было больше желтой воды это не сильно помогает 1 новый нарост и причины друг или враг что почему мне их 6 непонятно также блин за что но по крайней мере не тут два два спота растительного окна всего лишь 1 16 каждая третья светила все ли не появляется несколько наростов гнили 10 а с хренли с финале 10 гидрант на гидрант нужно только немножко ресурс я поставлю его сюда потому что у меня как-то эти наросты не очень удобно расположены надо мне также есть парочка бездомных чуваков так что вообще не так могу ли я что-то здесь продать 14 смолы за 4 неплохо 6 кирпичей за 4 я думаю смола это более хороший вариант могу продать 56 смолы за 16 но я думаю на самом деле не хочу прям много продавать это будет более хорошим вариантом если каким-то образом разогнать настроение людей то я смогу еще квест выполнить но все остальное не особо выполнимы на данный момент типа 60 денег я когда-нибудь получу скрижали у меня есть две штуки здесь но это две штуки я бы скорее вскрыл скорость ладно думаю пора вот такое построить производить плащи всякие тут все полное можно одного бобра убрать 22 человек 4 появилась и было 16 типа у меня третий уровень враждебности или она нулевой тоже считает ясно не ясно каждые 120 секунда то есть еще один раз по крайней мере она появится я не уверен что я переживу но посмотрим это все опять же хотелось бы купить но денег нет я могу продать ягоды но у меня их не очень много хотя казалось бы все таки отправлю 6 кирпичей и на самом деле я где тоже отправлю потому что это повышает настроение я не понимаю почему у меня их так мало кроме того что вот эти вот дебилы опять же меня у этих дебилов тоже мало ягод короче мне нужно сюда еще одну плантацию а я хотел малый очаг сюда строить все таки этим так я хотел посмотреть что тут будет и либо сюда либо туда его ставить на туда мне кажется эффективнее тут массово производит грибы почему здесь по 4 а здесь по 5 или это они носят их может быть это они носят не производит производится они так так по 4 окей а я в принципе не хотел сказать я в принципе мог бы туда поставить двигатель и что-то с этим сделать но он туда не ставится в мясницкую кстати он ставится и это наверное хорош план это опять же зеленая вода которая у меня и так больше всего расходуется мы поставим посмотрим что там менялось увеличивает скорость производства увеличивает шансы у двойного производства увеличивает скорость производства у меня видим ничего не менялась успеть к настрою я бы хотел так сделать но я не уверен насколько много она воды будет жрать также почему у вас у всех а потому что полян не скрываю блин а могу закинуть 2 сделать так торговля завершена потрясающе чуть-чуть новые наросты гнили теперь можно выключить то что еще один раз они не успели появиться но также 355 это я блин успею умереть мне кажется еды не особо много поляну надо вскрыть угля нет вообще так у тебя плюс настроение ничего хорошего там так второй уровень минус куча дерева что поделать это да вскрывали от смерти но это смерть трех чуваков говля завершена да и да тут нечего продавать тут нечего продавать ничего продавать и тут тоже ничего продавать замечательно минус 3 у ящер в 15 настроение также когда мне чертеж дали почему я не выбрал а я хотел заре ролик по моему охота не может быть нет формы не стоит потому что мне нужно что-то из таких зданий сам все формы не очень хороший хотя шанс получить пункт не урожай репчатый чувака но зато они жрут меньше еды ура не ура вот и дровосеки сюда потому что я потратил кучу дерева и дровосеки сюда мне надо бы еще одну поляну вскрывать правильно потому что этот эффект на три минуты всего лишь так что вы на самом деле идите вскройте эту поляну инструментов у меня все еще нихрена нет их производство тоже мануфактура не строится почему-то потому что 1 ящери здесь не хватает видимо но также больше у меня особо нет что они тут собирают ничего не собирают тогда зачем они тут существуют и 20 еще на вымер остыгнили круто у меня круто выкину отсюда одного человека получить плюс один добыча бурановой воды за каждое несколько дровосек в вашем поселении нет каждое завершенное поляное событие снижает враждебность на минус 10 это было бы хорошо сильно раньше но это это было бы нехорошо потому что события в этом ранее завершил очень мало тридцать один блин как не единичку настроение людям приварить так не сработает но нет у меня нет десяти людей у меня было десять людей пока они не по уходили у нас сейчас придут два человека нет один или ноль ненависть не ну один лучше чем чем 0 но все равно ненависть чтоб торговля часть за четыре как-то вообще не очень инструменты за 10 насколько я близок к этому мне нужно еще на 40 по сути на продавать учитывая что у меня нет возможности получать инструменты может быть имеет смысл на продавать их на 30 и и забить сейчас посмотрим что еще тканью минифига нет почему-то скрижали у меня нет кабачки у меня есть за шесть думаю два стака сюда и два стака инструмента тогда и дальше у меня нет тайков ну и чего-либо еще что можно было бы отправить так ты там что-то делаешь или видимо он что-то носит не уверен что идет а тут наградах уже ничего не написано но он все равно чё-то носит типа так людей можно и отжать ящерах нажать может быть отчет с них получу когда-нибудь 017 минут 018 минуту терпимо этот чувак что-то производит до понемногу на этой поляне гейзер с копельной водой которая мне массово нужна в разных местах и еще яйца которые мне не настолько нужны но наверное здесь ближе чем тут но хотя это они так почти все собрали так что равно придется перемещать можно в приоритете кирпичи я забыл отключить приоритет доска то это моя проблема также я бы построил забытая у тать на у меня нет ни в ресурс вообще из тканями у меня тоже какие-то проблемы просто тупо не хватает одной кустарной мастерской или или в чем как бы что происходит у меня настолько ничего нет кроме досок которых тоже не то чтобы особо много ясно проговлю завершена плюс настроение чуть можно отправить масло четыре за два можно в принципе все пять стаков отправить но по моему у меня уже нет шансов тут выиграть и как бы абсолютно ужасные модификаторы что пятый уровень враждебности я просто никак не могу набирать потому что у меня просто народ будет умирать услуги это не что-то что можно реалистично выполнять как бы если я могу всему своему населению выполнять их потребность в услугах то я выигрываю так что этого избежать можно только выиграв игру это тоже ужасно это тоже ужасно и это тоже ужасно все модификаторы просто абсолютнейший трэш и в итоге я не могу расширяться открывать поляны потому что мне нельзя повышать враждебность потому что с враждебностью выше блин первого уровня я по сути умираю и все ну и краевые камни чертежи мне тоже нормально не дают типа ничего что производила бы инструментами не предлагали в чертежах только в наградах за квесты и в торговцах также двух сраных ферм не хватает и плюс еще двух сраных ферм которые производят грибы и травы по вам и и также еще двух лагерей сейчас мне 11 лагерь охотников но в какой-то момент у меня было ну не один лагерь который собирает еду то есть типа 2 по сути сейчас у меня восемь персонажей собирают еду все они с бонусом на удвоенное производство и этого нихрена не хватает при том что жители у меня не так уж и много непонятно но зато это сейчас доедет и я выполню один квест который даст мне что ничего хорошего хотя он даст мне инструменты так что смогу открыть один тайник из четырех нужных так также отдаст мне немножко дополнительных жителей а все еще девять людей так что это не помогло и здесь слитки меди трубы печенье керамика мука слитки меди хижина у химик который у меня есть пункт снабжения который просто нафиг не нужен ну спустя типа 30 выборов лавка инструментов или дом гильдии который тоже достаточно хорош типа можно предлагать не выбор между говном и говном или между двумя хорошими вещами всегда ладно дровосики ходят быстрее нет можно готовить печенье в сушильне дождевой мельнице не особо хорошо а глины тростник из воды на полтородной почве тоже не особо хорошо нет никакого смысла вскрывать это потому что скрижали мне не помогут что кстати теперь тут написано все еще 10 я немножко этого не понимаю на 1 проступку петиты у него сейчас будет еще чертеж мне абсолютно невыносимым кажется модификаторы престижа на меньше чертежей меньше крови камней там просто они они делают игру неиграбельный так что вероятно я играю до 20 престижа как-то и как только я 20 получаю или какой-то максимальный после этого я никогда не играю на престижах выше ну короче на тех которые дают от эффект до этого все было прям отлично с тем как кривая сложности в этой игре работает но потом вот ты выбираешь из двух чертежей и из двух кривых камней в каждом лимитов 20 наверное я бы хотел из ягод это делать но не в основном набора бойков не нужны здесь хотя приоритет нет смысла ставить а тут можно все по отменять но также смерть потому что нет вообще никакого шанса снести 300 процентов гнили до того как она убьет половину моих жителей и с каждым потерянным жителем у меня плюс 03 я плюс 01 получается нетерпение но короче сейчас по росту заполнится я проигрываю ну или даже просто до заполнения во времени печально по крайней мере это не за 20 лет проигрыш так что я могу попробовать еще раз куда-нибудь другое место может быть но это естественно уже в следующий раз опять же типа до 12 престиж на одиннадцатом все отлично играется на двенадцатом трэш на тринадцатом абсолютнейший трэш 14 ничего не делает сам по себе если бы эти два модификатора что меньше вариантов чертежей меньше вариант в кривых камней были там на девятнадцатом и двадцатом это было бы более-менее сбалансировано мне кажется ну это как бы это не повышение сложности которая делает игру лучше и интереснее все до этого вполне вполне норм типа единственное что мне до этого момента немножко не нравилось это то что третий престиж переброс чертежей стоит дороже то что она и первый бесплатный рерал тоже делает дороже типа можно было бы один оставить халявный а делать дороже только те которые что-то стоят но в принципе и так норм просто чуть неприятно а ну ладно тогда на сегодня этом закончим в следующий раз поедем куда-нибудь еще что-нибудь еще делать этого мне не хватит ни на что правильно там не там еще что-то выполнить фактах на это просто экспо который ничего не дает мне кстати хватит но не на то что я хочу потому что радиус фермы которые сюда засунули от слишком слишком ли это ценно может быть нет все равно несколько ферм строю всегда но так же все это тоже не очень помогает так что не знаю покопим все-таки на что-нибудь более более ценное ну да на сегодня на этом все тогда я надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами был ваймс пока